Просвети нас про термин шведская семья. Здесь нет такого термина. В Швеции такого термина нет. Если есть диаспора в Украине, то почему не хотят встретиться с Карпом этим? Если не мусульмане начал общаться с мусульманкой, допуская мысль принятия ислама, можно ли осуждать их, препятствовать их общению? Я недавно прокатился в потной маршрутке, в которой было целых три табуретки. Добрый вечер. Вопрос возник. Если бы Чечня жила в составе России в хороших социальных условиях, вы все равно хотели бы независимости Чечни? Я думаю, вопрос независимости у нас не был связан с социальными условиями. Ведь, в принципе, в Советском Союзе мы все жили более-менее одинаково. Нельзя было сказать, что такой разрыв был между Москвой и регионами тогда, которые есть сейчас. Поэтому тяга к свободе и независимости, она все-таки связана не с условиями социальными. Вот, например, ирландцы. Их что, социальные какие-то вопросы 600 лет сподвигали к борьбе за независимость? Они 600 лет боролись, прежде чем стать независимой. Или, например, катландцы. До сих пор у них очень серьезные настроения сепаратистские. У них есть в парламенте есть партия, которая топит за отделения. Или, например, Каталония, очень серьезно стремящаяся к выходу из Испании. Конечно, вопросы этого социального обеспечения, они какое-то значение в этой борьбе имеют. И это, скорее, служит таким доводом в отношении людей, сомневающихся. Например, давайте вот возьмем, к примеру, когда кто-то, допустим, не хочет, и ему как бы вдогонку, когда ты ему все, все аргументы привел, и ты ему еще вдогонку приводишь, говоришь, и вот плюс мы еще и живем плохо, а если бы мы были независимы, мы жили бы хорошо. Или же, как в случае, например, с каталонцами, наоборот, ты говоришь, мы живем хорошо, а остальные живут плохо, а у нас забирают наши ресурсы. А вот если их не будет, то все эти ресурсы еще будут у нас оставаться, и мы еще будем лучше жить. То есть это такой дополнительный как бы довод, но основной причиной этой тяги независимости, это все-таки различность в конфессии, в культуре, в языке, в традиции, во внешности, во всем. Мы слишком разные, мы слишком разные, чтобы быть вместе. Мы реально, мы как плюс и минус, мы как восток и запад. У нас нет ничего, чтобы нас объединяло, вот вообще ничего, мы настолько разные, и плюс у нас еще такая плохая история взаимоотношений, у нас столько бед, которые нам принесла Россия в разных ее, в разных вариантах ее исполнения, начиная от царской России и заканчивая сегодняшней федерацией. Поэтому нам просто жизненно необходимо на самом деле разойтись, чтобы потом строить какие-то нормальные отношения уже соседские, партнерские. В Сирландии некорректный пример, ирландцев притесняли во всех смыслах, геноцидили, доили и притесняли религиозно, а чеченцев прямо на руках, конечно, носили, поэтому да, действительно, некорректный, неподходящий пример. Просвети нас про термин шведская семья. Здесь нет такого термина, в Швеции такого термина нет. Кстати, вот этот термин шведский стол, его тоже в Швеции нет. Это, я не знаю, в других нерусскоязычных странах есть ли такое понимание, это в русскоязычных странах почему-то начали называть, этот стол начали называть шведским, и определенную модель семьи начали называть шведским. Здесь это напоминает, как мясо по-французски у нас, во многих ресторанах в Чечне подают мясо по-французски, но во Франции нет такого мяса. Во Франции удивятся, если увидят это блюдо. Так, ну что, если есть диаспора в Украине, то почему не хотят встретиться с Карпом этим? Я не знаю, у меня нет информации от диаспоры в Украине, хотят они этого или не хотят. Я думаю, там люди сами разберутся, наверняка у них какие-то, может быть, попытки контактов, что-то, возможно, по этому поводу работы ведется. То есть я этого не знаю. Я говорю то, что, вот я вижу, я хочу по этому поводу высказаться, прокомментировать, я это делаю. И я убежден, что диаспора в Украине, диаспора в Мадагаскаре, где угодно, эти высказывания в отношении чеченского народа от Карпенко, никто этого не приемлет, они никому не нравятся. А вот кто и как на это реагирует, ну, я не буду, наверное, проводить расследование на эту тему. Ассаламу алейкум. Если не мусульманин начал общаться с мусульманкой, допуская мысль принятия ислама, можно ли осуждать их препятствовать их общению? Ваалейкум ассалям. Что значит начал общаться? Как ты себе это представляешь? Начал общаться. Давай, давай, не надо. Не должен он начинать. Точнее, как может мусульманка начать общаться с не мусульманином? о чем вообще тут говорить я недавно прокатился в потные маршрутки в которые было целых три табуретки дело было в нальчике это плохо значит на чеки тоже есть проблема общественным транспортом внутри табуретки это прям перебор честно говоря а а а а а а а